Приветствую вас, дорогие подписчики и зрители моего канала. Меня по-прежнему зовут Валда и мы по-прежнему проходим игру Far Cry 3. И тут замечательную, прекрасную, не побоюсь того слова, игрушку. Вот, ну и остановились мы вот на этом месте, практически добрались до нужного нам задания, но формат серии в 30 минут нам не позволил этого сделать, поэтому решили растянуть на еще одну серию, ну и на самую интересную. Собственно, начинаем. Давайте сходимся за трос и спустимся вниз наконец уже. Так, шикарно. Что мы тут имеем? Трупы. Трупы и автомобиль. Ой, и вараны. Так, да, Оливерон, это фигово. О, тут еще и на время, блин. Хотел шкуру варанов забрать, ну ладно уже. Нет, на это время не просто-напросто. Поехали. Надеюсь, я правильно еду по этой дороге, наверное, доехать. Или нет, подождите, куда-то мне точка показывает другую сторону, а все мы понимаем, что за хрень. Ну и ты мне об этом думать. Просто погнали. Минута. Всего лишь минута. Ну, надеюсь, что успею. Если нигде по дороге, не ошибусь, маршрутом или просто машину в клочья не разобьют, то, наверное, успею, в принципе. Хотя, опять-таки, даже не глядел на карту, много ли мне ехать. Хрен его знает. Так, еще я приехал, нет? Время по-прежнему идет. И это печалит меня очень сильно. Вот оно, это место. Фу, замечательно, успел. Так, теперь давайте изучим окрестности. Подожду Оливера. Да, хорошая идея, подожди. Ой, вертушка прилетела. Это плохо. Странно, я пока не вижу пиратов. А вы? Хм. Слишком пусто. А, вот приехали пару машин. Точнее, четыре. Окей. Вот он. Вот он, отлично. Да, народу так неслабо на Сэндере. Так, ладно, хорошо. А, не убирается фотоаппарат, да? То есть мне, в принципе, нужно просто ждать момента. Не трогайте его, сосраться. А в кого мне стрелять-то, Тетра, интересно? Тут их много, в принципе. О, блин, слышите? Забейте, не надо бить его. Что ж ты делаешь, сволочь? Офигеть теперь вообще. Ну, ничего, ничего. Я вам отомщу. Причем довольно-таки скоро. Нельзя дать Оле и сесть на автолет. Понял. И Оле, давай! Так. Так. Окей. Готов. Дальше кто? Вижу Оливера. Замечательно. Просто надо прикрывать, наверное, его. Так я понимаю. Да, блин. Давай, давай, пошел, 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 пошел. Так, вижу, вижу, вижу. Блин, конечно, на джойстике такие миссии. Это очень-очень нехорошо. Ну, офигеть. Задание провалено. Супер. Оливер погиб. Эх, печально. Ну, как вы знаете, зафейлиться вначале. Это же моя традиция. Ой, слава богу, что точка контрольная здесь. И что, в принципе, они даже уже вышли. Замечательно. Я уже думал, что придется снова эту гонку устраивать бешеную. Ну, хотя вот это у меня разработчики игры избавили. Блин, надо поторопиться, короче. Я понял. Нельзя дать Оле и сесть в вертолет. Да не вопрос. И Оле давай! Так, ладно, не будем выеживаться особо с хэдшотами, а просто будем их убивать. Ай, блин. Промазал. Да давай ты уже, ну, 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 давай, 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 давай. Так, ушел. Ах ты, черт. Да, блин. Так, готов. Готов. Отлично. Ушел. Кто еще? Откуда? Сверху вижу. А, блин, нет, ну это, конечно, явный промах. Ушел. Так, откуда еще? Давай, давай, беги, дружище, беги, беги, беги. Отлично. Я никого не убил, что ли? Ну, офигеть теперь. Да, блин, давай, давай. Как же колбасит камеру. Ну, точнее, не камеру, конечно, а прицел. Так, давай. Ну, я представляю, какой это в винтовке должно быть отдача, наверное, просто вообще нереальная. Так, ну, почти, 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 почти. Не знаю, аж куда-то там бежишь, но... Ну, блин, еще парочку. Да, блин, не убил, что ли? Готов. Да, офигеть. Ну, отлично. Фу. Так, окей. Джеронима. Давай, 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 поднимайся, Джейсон. Давай, давай, всплывай скорее. Нафиг, всплывай. Привет. Спасибо, что спас. Крутые татушки. Потом поблагодаришь. Поехали, мать твоего. Крутые татушки. Так, ну, спереди кто-то, да? Офигеть. Офигеть. Дорогие друзья, вот это, чувствую, будет гонка сейчас. На катерах. Всем гонкам гонка, блин. Понял. Готово, по-моему. Где, мать твою, катер? Так быстро все происходит. Я нифига не могу отслеживать. Стреляю. Да, блин. Жестко. Уливай, ты посудина не можешь быстрее плыть, как ты думаешь? Было бы неплохо, в принципе. Да давай ты, умри уже. Отлично. Ах ты, блин. Как же пицел колбасит, вы только знали. Вертолет? Вертолёт? Вы что, блядь, издеваетесь? И вправду вы издеваетесь? Да ну нафиг. Как её сбить-то? Мать твою, готов. У-у-у. У-у-у, жесть. Вот это жестоко. Фу, офигеть. Ты спас меня. Они всерьёз взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас всё равно продали бы в рабство. Даже с выкупом. Вот дерьмо. Вы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Ты сильнее, чем думаешь. Пошли, у меня есть, где тебя спрятать. Фу, ну что ж, замечательно. Худо-бедно, мы спасли его всё-таки. И, блин, теперь в нашей команде пополнение в этой пещерке. Давненько мы здесь не были. Я нашёл Оливера. Эй, девчонки, как я рад вас видеть. Я рада, что ты сэш. О, меня накрыло, как птица над горячей ростацией. О, да. Доктор. Ну и крепкая травка. Никто не хочет думать, пока я её не притушил. Я хочу, эй, погодите немного. Тут просто рай. Да, чувак, это точно. Уже, если не подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идём. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райля. Если с ним что-нибудь случится... Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать. Просто я волнуюсь. Ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей жизнью. Я знаю. Ты хорошо. Мы так много над этим работали. И ещё тебя ждёт работа в студии. Я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь. И я сам должен найти его. Ладно. Поняла. Ты устал. Можем встретиться позже. Блин, даже как-то неудобно немножко перед Лизой получается. Она крест ставит. Почтить память нашего брата, которого убили. А я у него всё внимание не обращаю. Нас, с другой стороны, Оливера вперёд спасли. И теперь осталось спасти ещё Райля. И всё замечательно. Так, у нас новое очко навыков и новая информация. Давайте посчитаем начало. Оливер Каурсвелл. Ваш очень богатый друг. Оливер Каурсвелл. Его отец предприниматель. Оливера несколько раз арестовали за употребление наркотиков и однажды за торговлю. Вот такой вот он парень. Так. Хоид Волкер. Я убил уйму времени, составляя досье на Хоито. Вот что я узнал. Он самый крупный торгует с рабами, наркотиками и оружием в Тихоокеанском регионе. И у него есть целая армия кровожадных наёмников. Он утверждает, что родился в семье шахтёра. Но это не подтверждено. На самом деле, никто не знает, откуда он взялся. Возможно, он начинал в большой нефтяной компании. Или приехал из Колумбии. Вот так вот он, этот главорез. Хоид. Начальник ВАСа. Ну что ж, здорово. Ладно. Какая-то карта памяти что-то не прочитана осталась, или что? Нет, мы ж прочитали Китамин. Чё за бред? Так. Бэттаун. Пожалуй, нет в этом мире другого города, который бы так соответствовал своему узнаванию, которое, надо сказать, не отличается оригинальности. Ведь можно же было назвать город как-нибудь по-другому. Карнавал, например. Как будто ни было, городок просто кишмя-кишит наёмниками и пиратами. Да уж. Место их, правда, было интересное. Бэттаун. Ну, помню я его. Так, ну, провел же я, в принципе, не будем, наверное, читать. Просто прощёлкаем его, чтобы больше не показывалось. Дикие животные тоже особо меня не интересуют. Ра, что давайте прочитаем про варанов, побольше узнаем. Кому ты это хищник, охотящийся на всё живое? Его укусы не только очень болезнен, но и крайне опасны. В связи с тем, что в средне содержится возбудитель различных болезней, что может привести к параличу и мучительной смерти. Впрочем, укусы моей бывшей жены не менее опасны. Ха. Да уж. Хорошая у тебя была жена, чувак. Так, всё, получается, прочитали. Замечательно. Новый рецепт спринтер. Тоже неплохо. А как эти рецепты, кстати, меняются? Я вот так и не понял. Так, это хорошо, это включается, это хреновина. Так, ну как же они могут меняться же как-то? А вот усиление чувств, разрывная стрела. Окей, понял. Теперь понял. Так, только давайте не РПГ всё-таки, а вот эту штуку возьмём. А то мало ли что. Так, а что у нас здесь? Eat me. All right. Ладно. Давайте схаваем. Подумаешь, какое-то колесо доктора. Что может быть плохого? Ну да. Так, я и думал, естественно. Какие-то наркотики сожрал, теперь его будет, наверное, накрывать сейчас по полной программе опять. Будем по пещерам какие-нибудь бегать или что-то такое в этом духе. Ну, оказалось, это корова, наступившая на чёртову мину. Ну, это воспоминание, вот это, кстати, интересно. Что, ты тогда где был? Ну, это мой фишка. Он утёг самоволку по бабам. Девушка была такой живой, что он нахрен отрубился. Ты брод. Война, чувак. Есть о чём подумать. Ага, о том, как накурился мой. Я же байки травлю, Оливер. Настоящим ты не поверишь. Я вернусь. Эй, ты за пивом? Возьми мне пиво. Да, ну ладно, кто хочет денег? У меня полно бабок. Вот, держи. Кому ещё бабок? Да уж. Крайне интересный эффект употребления наркотиков, как видите, нифига себе. Главное, чтобы анального кротечения не было. А то, вы прочитали, помните, про кетамин? Мало ли, что он там сожрал. Я уж не знаю. Ну, суть в том, что мы снова оказались в том клубе, в котором наши герои, видимо, были до начала событий Far Cry. Они же приехали на этот остров колбаситься отдыхать, развлекаться. Вот, собственно, и развлекаются. Так, нам нужно к бармену подойти. Ну, давайте подойдём. Согласен. Да, вот эти события, помните, были в самом начале заставки, в первой, в первой серии. Вот этот обрывок вспоминаний, он был на телефоне, который смеял вас, когда мы сидели в клетке. Ну что же, интересное приключение было, такое неплохое путешествие. И, по-моему, до конца ещё не отпустило. Ну, правильно, есть всякую фигню, жрать. Вот, дорогие друзья, если вы видите какую-нибудь такую табличку и надпись Eat Me, съешь меня, то не вздумайте. К хорошему это не приводит. Что-то, по-моему, текстуру как-то подглючивает. А, мы перестали. Нормально. Покиньте пещеру. А, ну всё, мы проснулись тут же, где и были. Ну что же, здорово. Ну, там, собственно, Райли развлекается. Ой, точнее, Ольвер развлекается. Райли мы ещё не спасли. По-прежнему не знаем, где его держат. А жаль. Ну, я думаю, со временем мы узнаем. Так, а можно тут с кем-нибудь поболтать, интересно? Давайте попробуем. Нет? Лучше найди остальных. Окей. Так и сделаю. Ну, жаль, нас иду, может быть, поболтать, но, видимо, не получается. Так, ну раз мы выполнили задание, осталось немножко ещё времени. Давайте постараемся на кого-нибудь поохотиться, может быть, ещё. Для начала было бы, конечно, здорово сходить в магазин. Тейсон, я нашёл твоего друга, Китар Эмси. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в паре в трущобах. Как его зовут? Бак. Его зовут Бак. Он полный мопс. В титрах, видите, было написано. Он любит табак. Да, интересно. Ну что же, новое задание. Это тоже, на самом деле, довольно-таки интригующе. Но уже как-то-нибудь потом. Для начала давайте зайдём сюда, посмотрим, что у нас тут. Тут у нас есть магазинчик, и мы сейчас продадим ненужное нам барахло. Правда, продадим мы это, получается, бесплатно. Офигеть. Нет, так я не хочу. Так, а что нужно, чтобы сделать нормальный рюкзак? Давайте посмотрим. Рюкзаки. Усиленный рюкзак. Нужны ингредиенты. Шкура Динго. А для бумажника? Давайте посмотрим. Бумажники. Нужно... Что? Кожа козуара. Козуары, это птички такие. Окей, в принципе, птички. А Динго, я так понимаю, это дикие собаки, по-моему. Типа волков какие-то, что-то такое. Ну где собак доставать, охрен его знает. А козуаров, по-моему, где-то видели. Вот они здесь, да. В принципе, не так уж и далеко. Давайте поставим тройбыструю точку. Сядем на самолетик и долетим. Потому что, ну реально, неохота продавать вещи впустую. Просто так, ни за что. Это как-то глупо уж. По-моему, совсем. Ну и снова полетим в свободном полете. Как птица в небе. Блин, прикольно. Мечтают тоже так полетать. Ну и Рачкова, правда, постарайтесь. Это же по идее никакой страховки. Это ничего. Только собственные руки тебя страхуют. И все. Держишься? Нормально. Не держишься? Плохо. Вот что-то там происходит жесткое. Какая-то очередная перестрелка пиратская, что ли. С кем они там? Они там с нашими, с мирными, с ракетами. Жалко. Ладно бы с животными, в принципе, плевать. Но ракет, конечно, жалко. И мирное население острова их и так перебили неслабо. Так, ну и, в принципе, покидаем планер. Ой-ой-ой, как-то не совсем удачно, но, тем не менее, нормально. Так. А, ну у нас... Да, вообще, просто так, прыжняком открыл. Черт побери. Ладно. Теперь смотрим, все ли правильно. Да, вроде бы все правильно, если, конечно, те птицы. Потому что, может быть, молодые тут какие-то еще птицы водятся. И, насколько мне известно, они, кстати, хищные. Поэтому нужно с ними поосторожнее как-то немножко. Что они также могут на меня напасть и больно-больно покусать, наверное. Так, тихо. Слышу. Слышу, но пока не вижу. Где-то близко совсем. Не нравится мне все это. Очень не нравится. А, вот. По-моему, нихрена это не казуары. Какие-то другие птицы. Давайте пострелим, конечно, парочку. Райские птицы это были. А, вот казуары, смотрите, да. Ах ты ж. Сволочь такая. Ну, постой. Ох ты, блин, смотрите-ка. А ведь реально... Да, чтоб тебе ты откуда-то взялась. Добранная собака. Это что, Динго, что ли? Или после Дикие собаки? Мать их, целый альбом у них выпустил. Фу. Стрёмно было. Реально стрёмно. Ладно, хрен с ним. Так, теперь давайте повыкидываем всяких лам. Нет, подождите, я сейчас запутался в управлении уже немножко. Так, рюкзак. Все эти листочки нафиг повыкидываем, потом их, в принципе, еще добудем. Ничего страшного. Так, выбросить, выбросить. Выбросить. Еще выбросить. И еще выбросить. Отлично. 8 мячей ок освободили. Переходят бы, это было Динго. Тогда было вообще все замечательно. Нет, просто собаки. Жаль. Очень жаль. Ну, ладно. Динго потом как-нибудь найдем. Так, я слышу еще козуаров, мне это не очень нравится, потому что они могут напасть из-под тяжка наверняка. Хотя те вроде нападали, они вроде стояли, просто присмотрелись ко мне. А, вот он. Видите, даже показано, что хищник подорвался. Побежал. Блин, офигенное оружие-пулемет. Теперь я знаю, какая мольберная пушка в этой игре. Ну, по крайней мере, пока что, если может быть потом что-нибудь лучше не попадется. Так, а я уже могу изготовить прочный бумажник. Ну, в принципе, чего уж. Убери козуара, пойдем сходим за ним. Потом мы там вот, если не забудем, возьмем шкуру райской птицы. Так, подождите, а где? А, вот же он. О, да. Противно, конечно, противно все это выглядит. Так, можно? Нет? Нет, блин, жалко. Птичку жалко. Просто так убили, получается. Ну, а что ж поделать. Так, ладно, давайте теперь сделаем, наконец, бумажник нормальный. Так, а еще можно сделать усиленный бумажник. Ну, акулью, шкуры, я не знаю, когда мы добудем с вами, дорогие друзья. Потому что с ними не очень охота связываться, на самом деле, с акулами. С ними надо скатер воевывать. Самое то, подплыть, найти и скатер убить. Но, тем не менее, теперь мы сможем таскать в два раза больше денег, четыре штуки, и это не может не радовать. Потому что денег дается довольно-таки много, а трассить и хрена знает на что. Вроде как и не на что особо. Так, и мы на маленьком островке, надо отсюда убираться, пока нас козуары не сожрали. И он еще один. Еще один. Жесть. Ну ладно, заберем шкуры. Быть может, пригодятся еще на что-нибудь. Фиг его знает. Надо вообще посмотреть, будет как-нибудь рецепты крафта. Наверное, в следующей серии устроим все-таки большую охоту. На собак Динго и на всех остальных. Если вы знаете, где их искать на карте, в принципе, можете скинуть. Мне не думаю, что будет таким уж большим спойлером. В прохождении поможет в том плане, что гораздо сократит время моих поисков, соответственно, тупников, ну и все такого прочего. Так, ну и давайте, наверное, вернемся оттуда, куда-откуда начинали. Это именно к Домику Доктора. И там же, наверное, уже и закончим серию, потому что время как-то непоскорбно подходит к концу. Немножко пораньше, конечно, получается, но просто появляться куда-то еще в путешествие. А нет желания, потому что раз, серия затянется. Так, у меня одно очко навыков есть. Давайте прокачаем. Что у нас там было крутое? В принципе, это неплохое умение. Вот это довольно-таки хорошее. Но, пожалуй, изучим начало вот это вот. Отлично. Ну что ж, друзья. Еще одна небольшая победа, хотя она с вами довольно-таки большая. В этой серии даже получилась, потому что спасли нашего друга Ольвера. Это много, это многого стоило. Вот. Ну и, в принципе, немного прокачали наш инвентарь. Именно сделали новый бумажник и немножко улучшили навыки. Так что, в целом, серия была удачной и довольно-таки интересной. Надеюсь, что вам понравилось. Старайтесь комментарии на этот счет. Также не забывайте про лайки, ну и подпишитесь, конечно, если вы до сих пор этого не сделали. Тыкайте на кнопочку и будет вам счастье. Ну а с вами был я, Валдай. Это была игра Far Cry 3 на канале BigToy. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова